условиях ковида. Я не забываю повторять, что то основное, что было исходно заложено, было сделано в нашей стране Владимиром Александровичем Негурским. Понятие клинической смерти, постреанимационной болезни, первые работы по искусственной гипотермии. Наум Лазарь Гурвич — это тот человек, который создал биполярный импульс, на котором все дофибрилляторы современные работают. И при тесном взаимодействии с американскими коллегами, с Питером Сафаром, были разработаны первые реанимационные алгоритмы, был заложен, собственно говоря, Европейский совет по реанимации, Американская ассоциация сердца, та доказательная база, на которой мы сейчас и основываем нашу работу в этой области. Для интереса для вас, уважаемые коллеги, это такой в журнале JAMA, в весьма авторитетном журнале первое описание непрямого массажа сердца 9 июля 1960 года. Понятно, что это и до уважаемых авторов было относительно известно, но первое зарегистрированное описание существует здесь, в этой публикации. Какая существует проблема? Проблема заключается в том, что большая часть немедиков практически не обучены реанимационным мероприятиям. Из положительного следует отметить, что сейчас в нашей стране все больше и больше внимания уделяется вопросам экстренной какой-то экстренной, оказания экстренной помощи, вопросам первой помощи, волонтерству. Это крайне важно. Но остается и другая проблема, что и медицинские работники, и даже врачи-анестезиологи-реаниматологи обучены проведению реанимационных мероприятий крайне плохо. Не всегда знают реанимационные алгоритмы, не всегда правильно проводят компрессии грудной клетки. Систем экстренного реагирования внутри стационаров, они где-то есть, где-то их не существует. То есть мы в отношении остановки кровообращения и реанимационных мероприятий, конечно, еще много есть над чем работать, как в медицинском, так и в организационном плане. Для тех, кого интересует, сейчас, вот сегодня заканчивается, вчера, вернее, закончился Конгресс Европейского Совета по реанимации. Он, там бесплатная регистрация, поскольку это онлайн-конгресс, и доступны записи всех докладов, они на английском языке, поэтому, если кого-то интересует, пожалуйста, более того, вы можете в YouTube, просто даже без регистрации на Конгресс, найти в группу Европейского Совета по реанимации интересующие вас доклады послушать. Там очень много интересного, особенно в отношении, образовательных технологий, в отношении ведения пациентов в постреанимационном периоде, потому что сейчас все-все озадачены. Понятно, что постреанимационная болезнь, прогнозирование исходов пациентов в постреанимационном периоде, то, о чем мы дальше сегодня в рамках нашего Конгресса будем говорить, пациенты в хроническом критическом состоянии, все это сейчас очень интересует научное и медицинское сообщество. Рекомендация Европейского Совета по реанимации, естественно, уже готовы, но официальный их релиз будет доступен только в марте следующего года, и сейчас эти рекомендации, все разделы доступны для общественного комментирования, обсуждения, вот по этой ссылке все те, кто, ну, они, естественно, на английском языке выложены, пожалуйста, вы можете заходить, читать и вносить любые предложения и комментарии, они по возможности будут рассмотрены соответствующими рабочими группами. Мы тоже будем планировать их перевод и издание на территории Российской Федерации. У нас значительный прогресс достигнут в том отношении, что навыки, как минимум, базовой реанимации, они включены в профстандарты медицинских работников всех специальностей, врачей и среднего медперсонала. И вы знаете, что в аккредитацию включены базовые реанимационные мероприятия, первичную специализированную аккредитацию, включены уже и расширенные реанимационные мероприятия. И несмотря на то, что в самом процессе аккредитации есть определенные плюсы и определенные минусы, но вот это натаскивание в отношении реанимационных мероприятий, оно крайне важно, я считаю. И это очень хорошо, что это внедряется, эти знания и навыки на уровне студентов и на уровне ординаторов, это большой шаг вперед. Статистика разная. Одно из крупнейших исследований это Эврика-2 в Европейском совете по реанимации примерно вне больничной, внутри больничной и кардиальной, и некардиальной делятся как 19,3, 80,7. И понятно, что первично кардиальные остановки это чаще всего ишемия, первичные нарушения ритма сердца. А первичные нарушения ритма сердца это ситуация, когда мы говорим, например, об остановке сердца у детей, у спортсменов. И огромный блок, который в первую очередь касается внутри больничных остановок, это различные экстракардиальные причины, гипоксия, гипоболемия. Ритмы более-менее соответствуют, это чаще ритмы, требующие нанесения разряда при кардиальных остановках, и ритмы, не требующие нанесения разряда при экстракардиальных остановках. Выживаемость, вот основной вопрос, что выживаемость, мы очень многих оживляем на месте, но выживаемость до выписки стационар с хорошим неврологическим исходом, она крайне невысока. И основная идея, которая заложена во все реанимационные алгоритмы, заключается в том, что должна выполняться цепь выживания. Простейшая концепция, которая является базисом всех научных исследований, любой системы оказания помощи при остановке кровообращения. И эта идея заключается в том, что остановку кровообращения нужно как можно быстрее диагностировать. Этому нужно обучать абсолютно всех, как не медиков, так и медиков. Этому детей даже можно обучать. Дети, начиная с 4-5 лет, уже могут это делать и вызывать помощь. Есть исследования на эту тему. Начинать с компрессией грудной клетки, выполнять дефибрилляцию при ритмах, требующих нанесения разряда. Ну и четвертый блок, который сейчас набирает доказательную базу, это ведение пациентов в постреанимационном периоде, ведение того, о чем говорил Владимир Александрович Неговский, постреанимационной болезни. К сожалению, даже в европейских странах, по данным больших эпидемиологических исследований типа Эврика-2, очевидцами реанимация начинается, вы видите, в ряде стран 13%, в ряде стран 83%, в среднем 58%, процент оживления на месте не так высок, и как раз из-за того, что реанимацию не начинают на месте, мы теряем золотое время, которое нам нужно, те минуты, когда еще можно спасти головной мозг, и выживаемость, конечно же, остается крайне низкой. То есть понятно, вся доказательная база есть, понятно, что нужно делать. Здесь вопрос внедрения на уровне догоспитальном, на уровне стационаров, внедрения элементарной вот этой концепции, цепь выживания. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий крайне прост, мы все его знаем, он заключается, он несколько модифицирован, я об этом скажу в конце лекции, модифицирован в отношении ситуации с COVID-19, но минимально модифицирован. Тут простая диагностика, нет сознания, нет дыхания, пульс, естественно, проверяют только медицинские работники, ни медиков не учат оценки пульса, это малоэффективно. Вызов помощи, и у нас, например, на московской скорой диспетчеров уже начинают обучать тому, как дистанционно помогать, диагностировать разные критические ситуации. И основа это компрессии грудной клетки, которые крайне важно выполнять технически правильно. Здесь нам в помощь различные контролирующие устройства, манекены-контроллеры, контролирующие устройства, которые мы можем использовать в реальной жизни. И вот весь тот большой объем симуляционных центров, большое количество симуляционных центров, которые существуют в настоящее время, которые дают нам возможность для организации тренингов и ретренингов регулярных, а ретренинги должны быть частыми и короткими, есть доказательная база в этом отношении. Конечно же, компрессии грудной клетки, все медицинские работники должны отрабатывать. Здесь есть определенная частота, глубина, фазы компрессии, декомпрессии. Для обеспечения коронарного перфузионного давления важна непрерывность, поскольку также и из клиники, из экспериментальных исследований известно и доказано, что перерывание компрессии, последующие их восстановления создают вот такую картину давления. Среднее давление в аорте – это картина из экспериментального исследования, поэтому крайне важна непрерывность. Использование контролирующих устройств позволяет улучшить качество компрессий. 32 – известное соотношение. Я думаю, что уже все это запомнили и не используют никакие другие соотношения, вне зависимости от количества спасателей. Использование автоматических наружных дефибрилляторов, наверное, не совсем тема сегодняшней презентации, поскольку это больше касается до госпитального этапа и больше касается… Есть несколько стационаров в стране, как, например, в Москве у нас Национальный медико-хирургический центр, где создана уникальная и эффективно работающая система общедоступной дефибрилляции, система внутри стационара, которая позволяет сэкономить время, обученные все, весь немедицинский персонал, медики, весь средний медперсонал, весь врачебный персонал, младший медперсонал и дефибрилляторов автоматических много во всех критически важных точках. Это позволяет рано начать оказывать помощь. Но больше, конечно, эта идея касается до госпитального этапа. У нас на эту тему работают специалисты первой помощи. Сейчас в Министерстве здравоохранения есть даже профильная комиссия по первой помощи и есть соответствующий главный специалист по первой помощи, который этим занимается. И тут отстают несколько вопросы законодательства и права немедиков на использование автоматических наружных дефибрилляторов. Но в рамках использования их врачами тут никаких противоречий нет. Поэтому эти приборы элементарны для использования. Используются широко врачами скорой медицинской помощи. Вы накладываете электроды. Прибор самостоятельно анализирует ритм. И если ритм требует нанесения разряда, если это фибрилляция желудочков или желудочек и тахикардии без пульса, он рекомендует нанести разряд. Дальше вы продолжаете компрессии. Существует много технологий вокруг этого. Это базовые реанимационные мероприятия. Сейчас Европейский совет по реанимации несколько скопировал концепцию Американской ассоциации сердца. Такой стадийности оказания помощи в зависимости от вашего уровня образования. И понятно, что абсолютно все население должно быть обучено. Это касается не только всего населения. Например, мы можем говорить обо всех сотрудниках вашего стационара. Все должны уметь диагностировать, вызывать помощь и начинать компрессии грудной клетки. Обученные должны уметь проводить искусственное дыхание. Детский алгоритм, конечно, имеет определенную специфику. Здесь нужна специальная подготовка. Ну и то, что в большей степени касается врачей, анестезиологов, реаниматологов, это, конечно же, проведение мероприятий, расширенных реанимационных мероприятий. Я хочу сказать, что это еще картинка 2015 года. В 2020 году она, естественно, останется принципиально той же. Несколько изменится дизайн. Понятно, что сама идея расширенных реанимационных мероприятий точно такая же. Здесь мы начинаем также с диагностики. Нет сознания, нет дыхания, нет пульса. Либо используем какие-то более продвинутые методы. Если остановка кровообращения развилась в условиях отделения реанимации или в операционной. И дальше действуем, исходя из того, как мы оцениваем ритм. Ритм может быть требующий нанесения разряда. Это фибрилляция желудочков. Желудочков – это хикардия без пульса или это хикардия с широкими комплексами. Либо ритмы, требующие нанесения разряда. И здесь ритмы, не требующие нанесения разряда. Прошу прощения, это асистолия, электромеханическая диссоциация. Итак, ритмы, требующие нанесения разряда. Ритмы, не требующие нанесения разряда. Если мы говорим о ритмах, требующих нанесения разряда, то в определенной последовательности, минимизируя паузы в компрессиях, мы заряжаем дефибриллятор до той энергии, которая рекомендована производителем конкретного прибора. Здесь нет универсальных рекомендаций, потому что разные производители бифазных дефибрилляторов рекомендуют несколько разные энергии разряда. Наносим разряд и после разряда сразу же продолжаем компрессии, потому что очевидно, что ритм и эффективный сердечный выброс сразу же не восстановятся. Это доказано и в экспериментальных, и клинических исследованиях. И чередуем двухминутные циклы оценки ритма нанесения разряда при необходимости. Концепция нанесения разряда одновременно двумя дефибрилляторами появлялась в литературе. Пока что, конечно же, нет доказательной базы, это не рекомендовано для рутинного использования. Лекарственные препараты отнесены чуть подальше, на период после третьего разряда. То есть если у вас фибрилляция существует в течение 6 примерно минут, то после третьего разряда вы можете внутривенно, либо внутрикосно при наличии устройств ввести 1 мг адреналина и 300 мг аммиодорона. Адреналин вы продолжаете вводить каждые 3-5 минут, аммиодорон второй раз после пятого разряда. То есть 300 мг после третьего и 150 после пятого. Рассуждения идут и дискуссия в отношении эффективности внутривенного, внутрикосного способа введения. Данных хороших нет, но совершенно очевидно, что если мы строим кривую распределение препарата, концентрации препарата в крови после внутривенного введения, то, наверное, следующее будет стернальное введение внутрикосное, которое мало применимо, конечно же, в условиях сердечно-легочной реанимации. Введение в головку плечевой кости и однозначно непредсказуемая концентрация препарата после эндотархиального введения. Именно поэтому оно и не рекомендовано сейчас в условиях реанимационных алгоритмов. В отношении лекарственных препаратов значительная тоже дискуссия. В первую очередь в отношении адреналина исследования. Более расширенные данные вы можете по этим ссылкам посмотреть и изучить. В отношении вазопрессина, к сожалению, доказательная база никак не подтвердилась. Но и адреналин не будет удален из рекомендаций, несмотря на большое количество исследований, несмотря на исследование Парамедик-2, которое было достаточно резонансным. Но, в общем-то, оно доказало эффективность и адреналина, в том числе, при внепомеченной остановке кровообращения. Он не влиял на отдаленные исходы, на неврологические исходы, чего, наверное, от адреналина никто и не ожидает. Но частоту оживления, частоту даже выживаемость пациентов 30-суточную он увеличивал. И вот повторный уже анализ, последующий анализ результатов исследования Парамедик-2, который только что опубликован, он доказывает, что не влияя на отдаленные исходы, вы видите, голубой график – это плацебо, а более красноватый, розовый график – это адреналин. Тем не менее, адреналин увеличивает частоту оживления, влияет на частоту оживления, и это влияние становится более значимым при большей длительности остановки кровообращения. Если такое влияние мало выражено, недостоверно при ритмах, требующих нанесения разряда, оно вполне значимо при ритмах, не требующих нанесения разряда. Поэтому, конечно же, разговоры о том, что адреналин нужно убрать из реанимационных алгоритмов, пока не имеют под собой никакой доказательной базы. Остальные препараты используются по конкретным показаниям, не буду на этом останавливаться, учитывая то, что времени у нас немного уже осталось. Ритмы, не требующие нанесения разряда. Здесь мы продолжаем компрессии, не используем дефибриллятор, и вводим, естественно, адреналин как можно раньше, как только обеспечен доступ, и вводим по миллиграмму каждые 3-5 минут. В отношении обеспечения проходимости верхних дыхательных путей тоже было ряд исследований, и доказано, что вы должны использовать тот способ обеспечения проходимости дыхательных путей, которым лучше владеете. В такой экстренной ситуации мы понимаем, что лучше всего и безопаснее всего интубация трахеи, но смотря чем вы владеете, в опытных руках эта интубация, в, может быть, в менее опытных, это какие-то надгортанные воздуховоды, на исходы это не влияет. 4G, 4T – это то, что в рамках курсов мы всегда анализируем, это так называемые обратимые причины остановки кровообращения, ультразвук здесь нам в помощь, хотя тоже он эффективен в опытных руках. Гапнография позволяет, помимо оценки вентиляции легких, правильности установки интубационной трубки, оценивать и момент утомления спасателя, момент восстановления эффективного кровообращения, имеют некоторую, хотя пока что еще плохо доказанную, прогностическую функцию. Мы можем в ряде ситуаций использовать устройства для механической компрессии грудной клетки, либо поршневые, либо ременные устройства. Нет больших исследований по этой проблеме, нет сравнительных исследований, но понятно, что в ситуации, когда нужно проводить длительную реанимацию. Особенно сейчас в условиях ковида это стало актуальным, поскольку все коррекции алгоритмов направлены на то, чтобы убрать людей от пациента, чтобы минимизировать риски инфицирования. В этой ситуации наложение устройства для механических компрессий грудной клетки это вполне рациональное предложение. Здесь, конечно же, важна работа команды, я не буду на этом подробно останавливаться. Здесь важно обучение, регулярные тренинги и ретренинги, и команда должна быть 3-5 человек для проведения эффективной реанимации. В постреанимационный период есть определенный алгоритм ведения пациента в постреанимационном периоде, и он вряд ли будет сильно пересмотрен в этом году, хотя появилась определенная доказательная база по тому, какие должны быть целевые показатели давления. Но большая часть фактологии и доказательной базы, конечно же, транслируется из ведения пациентов септических, из имеющихся уже рекомендаций. Основной вопрос – это применение искусственной гипотермии в постреанимационном периоде. И пока что рекомендация и в 2020 году останется достаточно такой обтекаемой поддерживать температуру тела в пределах 32-36 градусов, что означает, что в ряде центров будут охлаждать, в ряде центров поддерживать нормотермию. Это связано просто с проблемами в проведении конкретных исследований. Пока что нет хорошей доказательной базы, потому что те два ключевых исследования по этой проблеме, которые у нас есть, они дали противоречивый ответ на вопрос об эффективности искусственной гипотермии в постреанимационном периоде. И вот это первое исследование, хоть оно и в New England Journal of Medicine было опубликовано, оно, к сожалению, не совсем правильно имело дизайн для ответа на этот вопрос. Сейчас идет большое исследование ТТМ-2, и пока что результатов еще нет. Идет обработка, это многоцентровое исследование. Мы ждем результаты. И вот завершая в течение буквально пяти минут, чтобы нам сэкономить время и на все остальные доклады, уважаемых коллег, в отношении... Как же модифицирован алгоритм в отношении COVID-19? Это все включено в новые рекомендации Европейского Совета по реанимации. И это отражено, нужно сказать, и в рекомендациях, методических рекомендациях Федерации анестезиологов-реаниматологов, анестезиолога-реанимационной обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Основная идея здесь заключается в том, что это вопрос безопасности и защиты медицинского персонала, в первую очередь в случае проведения каких-то аэрозоль-генерирующих процедур, а это компрессии грудной клетки и искусственные вдохи. Всегда нужно уделять внимание и в базовой, и в расширенной реанимации собственной безопасности. Конечно же, если мы говорим об этапе первой помощи, там есть определенные ситуации, когда можно не оказывать, но вызвать помощь, мы не будем на этом останавливаться, поскольку нас все-таки интересует этап уже специализированный. Основа заключается в том, что мы только визуально определяем наличие дыхания, не наклоняемся, не слушаем, если на нас нет средств индивидуальной защиты, вызываем помощь, и компрессии грудной клетки выполняются абсолютно по той же методике. Естественно, всегда возникает, особенно на этапе первой помощи, чисто этический вопрос в отношении младенцев и детей, и здесь, конечно же, в ряде ситуаций придется, и мы пойдем на проведение искусственного дыхания, может быть, с риском для здоровья и жизни, для спасения жизни данного ребенка или младенца. Естественно, незащищенные все манипуляции полностью запрещены. Важно уделять внимание газинфекции рук, использованию средств индивидуальной защиты. Как минимум, если это пациент потенциально инфицирован, как минимум нужно диагностировать остановку сердца. Первые два элемента цепи выживания выполнить – диагностика, вызов помощи и начало компрессии. И на этапе первой помощи, который актуален для всех нас, как минимум закрыть лицо пациента маской или какой-то тканью, чтобы во время проведения компрессии грудной клетки вот этот аэрозоль инфицированный не вырывался на вас. Искусственное дыхание с использованием дыхательного мешка, желательно двумя людьми, так называемая бимануальная техника, когда один человек двумя руками держит маску на лице пациента, второй выполняет сжимание мешка. Если мы говорим об алгоритме расширенной реанимации, то то же самое. Диагностируем, вызываем помощь. Как вам идет бригада, которая надевает средства индивидуальной защиты, если остановка произошла и у пациента потенциально инфицированного, и вы без средств индивидуальной защиты, то вы можете как минимум начать компрессии грудной клетки, закрыв лицо пациента. Все остальное делать, вероятно, опасно. Если осталась на лице пациента маска, ее можно оставить, она как раз и закроет лицо пациента. Все, что касается обеспечения проходимости дыхательных путей, это, конечно же, только опытные специалисты. Здесь приоритет интубации трахеи. Конечно же, в отношении ГИТ мы помним про гипоксию, естественно. В остальном алгоритм точно такой же. Я повторюсь, что здесь есть такая интересная рекомендация возможности применения устройств для механической компрессии грудной клетки, если вы обучены командно, как их использовать, поскольку это даст возможность освободить руки и минимизировать риски заражения того, кто проводит компрессии грудной клетки. В остальном алгоритм такой же. Вы можете ознакомиться, у нас ролик по расширенным реанимационным мероприятиям, именно по пациентам с COVID, снятый на YouTube, выложен. Отдельная тема – это проведение компрессии грудной клетки, которая актуальна у пациентов с COVID-19 в промпозиции. Она возможна. Нет хорошей доказательной базы в этом отношении, но тем не менее возможно проведение компрессии грудной клетки вот по такой методике, поскольку перевод пациентов в промпозицию пациентов с COVID-19 – это важный элемент их лечения, как мы знаем. Ну, наложение самоклеющихся электродов не имеет никаких проблем, нет никаких в этом проблем, только важно не перепутать здесь стороны. Еще раз завершаю, повторяю, что крайне важен здесь в отношении остановки кровообращения и реанимации тренинг и регулярный ретренинг, это сейчас обеспечено в большинстве симуляционных центров, внутри стационаров это нужно тоже организовывать и обеспечивать. Сейчас есть и все больше входят в анестезиологию, реаниматологию, в симуляционную медицину, различные технологии виртуальной, дополненной реальности, которые особенно сейчас в условиях COVID-19, нашей разобщенности и той ситуации, когда мы все проводим дистанционно, может быть, в образовании тоже займут свое место и это все становится все более и более актуальным. И завершая, напоминаю, что все, что касается остановки кровообращения, укладывается в концепцию цепи выживания. То есть основа – это своевременная диагностика максимально быстрая, вызов помощи, начало компрессии грудной клетки, далее проведение дефибрилляции при ритмах, требующих нанесения разряда и ведение пациентов в постреанимационном периоде. Новые технологии, их очень много сейчас появляется, и компрессии грудной клетки, технологии экстракорпоральной детоксикации, искусственной гипотермии, органопротекция, в ряде других секций мы сделаем эти доклады. Благодарю за внимание.